всем привет приятно что вас заинтересовало это видео подписывайтесь на канал у меня канал с прическами так что если вам интересно то не потеряйте сегодня я буду повторять такую вот прическу из instagram для этой прически нужны очень длинные волосы одной длины желательно я отделяю прядку височка делю ее на 2 беру прядь она у нас будет сквозная то есть она у нас пройдет между этих двух и все больше я ничего с ней делать не буду теперь нижнюю прядку я делю на 2 и протягиваю верхнюю прядку вот так вот опять беру сквозную прядку отделяю сверху и кладу между этих двух все больше ничего не делаю и опять нижнюю прядь делю на 2 и протягиваю верхнюю через них повторяю то же самое опять беру прядь кладу между этих двух прядей нас получается такой как водопад то есть пряди проходят насквозь через плетение и вот у нас уже разделе разделяются легко эти прядки потому что мы их разделяли и вот так вот продолжаю плетение вот и весь принцип плетения дальше нам останется только перекрещивать узоры и все увидите я доплетаю эту косичку до центра и закалываю потому что у нас потом будут другие действия происходить теперь беру еще прядку и нахожу самую первую сквозную прядку и также кладу ее между двух то есть все мы работаем только с этими верхним прядками которые мы уже отделили и они у нас будут идти по всему плетению вот находим эту прядку уже ничего не добавляю а просто беру эту же прядь и также проплетаю таких косички у нас должно быть четыре по картинке теперь можно собрать все эти косички вместе и вот получается интересного такой узор то же самое делаю и с другой стороны но когда я доплетаю до центра я не заканчиваю плетение а продолжаю то есть я теперь вместо сквозных прядок беру прядки из прошлого при плетении то есть нахожу самую верхнюю и пускаю ее между этих двух прядок плету дальше нахожу вторую прядку их должно быть четыре также пропускаю между этих двух и проплетаю то есть теперь они у меня служат сквозными прядками да это немножко сложно но так у нас наше плетение пересечется и будет интересная картинка когда мы проплели все эти четыре пряди мы продолжаем брать сквозные которые вы видите и также плести дальше но наискосок и вот так вот мы под углом проплетаем все эти сквозные прядки которые уже у нас выделены плету следующую косичку и так я буду проплетать тоже четыре косички и а и и и и и и и и Доблетаем последнюю прядку, закалываем и теперь, чтобы у нас получился узор накрест, нам нужно доплести вот этот элемент тоже наискосок. Нахожу самую первую косичку, вот так забираю эту прядку, делю пополам и начинаю плести то же самое, двигаясь вниз. И вот у нас последняя прядка и последнюю прядку проплетаю, то есть тоже 4 косички должны идти. Вот таким образом у нас получилось перекрестить элементы и выходит очень интересный узорчик. Теперь нам нужно этот узорчик перекрестить под волосами. Я поднимаю волосы и оставляю часть волос, потому что у меня уже длина закончилась и мне нужно удлинить волосы, поэтому делаем такую хитрость. Оставляю часть волос, другие закалываю и теперь беру вот так вот заворачиваю под низ эти косички, беру по одной прядке, добавляю к ним волос, как бы удлиняю просто наши пряди и заплетаю обычную косичку из трех прядей. Так удлинили, это у нас пойдет на ту сторону. Теперь с этой стороны поворачиваем пряди и также удлиняем. И вот так вот у нас перекрещиваются пряди под волосами, возвращаем все волосы обратно и продолжаем наше плетение. Берем первую прядку, распускаем ее до того момента, где у нас начинаются волосы и опять проплетаем также, тоже наискосок до центра. Так же, как сделали с самой первой прядью. Только тут у меня верхних волос не хватает, этих сквозных прядей, поэтому я добавляю еще из основной массы. Если у вас хватает, это прекрасно. Если нет, то можете вот так, также добавить. Доплетаю до центра все четыре прядки и сейчас буду наискосок также вести с другой стороны, захватывая эти пряди. Плетение на самом деле не сложное, просто очень-очень кропотливая эта работа и долгая я очень долго плела. Все, проплели прядки справа и теперь заканчиваем доплетать прядки слева, чтобы у нас получился опять крестик. Продолжение следует... И теперь я под волосами просто завяжу все эти пряди резинкой. Вот что у меня получилось. Мне очень понравилась эта прическа. Она у меня до сих пор стоит и у меня руки не поднимаются ее распустить, потому что уже очень долго я ее плела. Поэтому я рассчитываю на лайк. Давайте соберем тысячу лайков, если вам нравится такая рубрика. Я буду чаще повторять прически интересные из инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм, отмечайте меня, если будете повторять эту прическу. Мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться на канал. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду ждать вас и в следующих. С вами была Лозница Вика. Всех целую и всем пока. Если вам понравилась прическа, оставьте плюсик в комментариях. Мне будет приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм.